Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сидрот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Приветствую, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Почему тот, кто в своем служении видел тысячи чудес, кто видел, как Бог исцелил его мать на служении, Кэтрин Кульман, тот, кто, так сказать, рос на служениях Орелла Робертса и Кэтрин Кульман, при столкновении со страшным диагнозом под названием рак, решил предаться самой лучшей молитве, которую знал, лекарству лучшему, чем просто молитва. Я задам этот вопрос пастору Роду Парсли буквально через минуту. Пастор Род служит Богу уже 40 лет. Он является пастором одного из самых динамичных служений в стране. Много лет назад, в возрасте 27 лет, он увидел открытое видение. И я верю, что когда недавно ты столкнулся с тем, что является очень страшным испытанием, ты вспомнил об этом видении. Поведай нам об этом. Это действительно так. Во-первых, спасибо за предложение. Мне нравится быть среди всего сверхъестественного. Я знаю, вам тоже это нравится. В 1984-м, когда я стоял на сцене в нашей церкви, вся задняя стена зала богослужения, которую мы называем Скинией, исчезла. Я увидел перед своими глазами зрелище, которое было таким же явным, как камера, стоящая передо мной. Я увидел в этом видении присутствие самого сатаны. Когда я взглянул наверх, я увидел на его голове корону. Очертанием этой короны был мой родной город Коламбус, штата Огайо. Он сверкал, как звезды в небе. Свет в окнах домов сиял вокруг его головы. А потом вдруг появился меч. Он сделал три круга и сбил врага с ног. Он свалился на бок, корона его слетела и покатилась. И затем, в мгновение ока, видение исчезло. Задняя стена возвратилась на место. И вот из глубины моего духа я начал кричать. Я достаточно смел, я достаточно силен, чтобы взять эту корону и надеть ее на нашего спасителя. Я понимал, что только он достоин этого. И внутри я негодовал, почему же сатана взял эту власть. И вот сейчас, когда мне 60 лет, Господь сказал, «Ты входишь в третью фазу своего служения». Я дам тебе семикратное помазание на исцеление. И не только, но еще на освобождение и спасение народа Божьего. И я сказал только одно слово. «Принимаю». Твой голос чуть было не стихнул, но сейчас я кое-что услышал. Я услышал, что сейчас на твоем голосе семикратное помазание. Аминь. В семь раз больше помазания. Я достигну для Бога в семь раз больше людей. В семь раз больше душ завоюю для Царства Божьего. В семь раз больше будет исцеление. В семь раз больше явления силы, знамений и чудес Божьих. «Давай немного возвратимся в прошлое. Расскажи, что произошло с тобой в июне 2015 года. Это потрясло тебя до глубины души. Да, у меня слегка болело горло. Но когда ты живешь в Огайо, ты несколько раз в год погружаешься в пыльцу. Мой терапевт сказал, что не видит ничего особенного, но поскольку это продолжается уже долгое время, нужно сделать ларингоскопию. Я пошел к хирургу, и он что-то там обнаружил. Он назначил мне операцию на связках. Я созвал всю свою команду, и моя драгоценная жена Джонни, став посередине, протянула лист бумаги. Она сказала, что Бог проговорил к ней, что враг собирается атаковать мой голос, послав при этом рак. Она написала все очень подробно, ибо услышала все это от нашего Господа. Она что, не сказала тебе об этом заранее? Нет, она собиралась просто молиться. Но сейчас, когда она увидела, что это проявилось, она провозгласила слово знания. Тебе не нужно идти на эту операцию. Позже я узнал, что если бы я пошел на операцию, то мои голосовые связки, скорее всего, уже не подлежали бы восстановлению. И я, наверное, никогда бы больше не проповедовал. Теперь ты точно будешь слушать жену. Это точно буду слушать. Счастливая жена, счастливая жизнь. Многие люди сказали бы на это, что у тебя не хватило веры принимать и лекарства, и молитву. Каков твой ответ на это? Вот что я отвечу. Бог Дух Святой, я верю, что всякое даяние доброе приходит от Отца. Я в это верю всем сердцем. Я не верю, что Бог посылает людям болезни и немощи, чтобы проучить их, но я верю, что все мы проходим уроки в процессе нашей жизни. Ты сказал, что ты точно знал, что это было чем-то неестественным, это было демонической атакой. Ведь так? Верно. Какой была твоя стратегия? Я всегда верил, что с болезнью нужно поступать так, как поступает с мышью крысиный терьер. Растоптать ее, как мы топтали бы гремучую змею на полу автомобиля. Это не от Бога, не от Его царства. Мы живем на проклятой планете. Когда нашему сыну Остину, нашему единственному сыну, было три года, ему поставили диагноз аутизм, как приговор на всю жизнь. Нам сказали, он никогда не пойдет в школу, не прочитает книгу. Моя жена припарковала наш микроавтобус к обочине и начала вопрошать Бога, что ты хочешь, чтобы мы сделали? Он сказал, вы знаете, что делать? Ухватитесь за мое слово. Атакуйте болезнь духовным и естественным путем. Атакуйте болезнь с помощью семени. Я сказал, я последую всем трем инструкциям. Мой сын недавно закончил колледж со средней оценкой 4 балла. Когда я был под атакой, мою веру начали съедать толпы скептиков. И некоторые из вас, а я чувствую, что обращаюсь к сотням людей, вы чувствуете, что у вас не хватает веры, чтобы принимать лекарства, ходить к врачам. Я скажу вам, что вам нужно делать. Делайте то, что делал я. Атакуйте болезнь со всех фронтов. Когда вы посреди битвы, и враг вашей души угрожает забрать множество душ, которые я приобрету для Царства Божьего. Тысячи людей, которые получают исцеление сегодня, когда мы помолимся вместе. Когда враг хочет это остановить, он вылезает из траншеи, чтобы напасть. Возьмите любое оружие, какое есть под рукой. Важно при этом воздать всю славу Богу, потому что Он вас обязательно избавит. Он наш защитник. Помните, Он Иегова Ира, Он Иегова Рафа, Господь, целитель наш. Здорово! Ты атаковал с четырех фронтов. Расскажи, что именно ты делал и продолжаешь при этом делать ежедневно. Я продолжаю это делать. Сид, когда мне поставили диагноз, первое местописание, которое Бог дал мне, это притча 4.20. Сын мой. Я его. Он считает меня своим. Вы его. Вы его дети. Он учит нас обращаться к нему. Отче наш. Он не только отец Иисуса. Он ваш отец. «Сын мой, слова моим внимай и крича моим преклони ухо твое, потому что они жизнь для тебя». Я изучал эти слова. Тут говорится, они есть лекарства для твоего тела. Бог сказал мне принимать эти лекарства дважды в день. Два часа утром и два часа вечером. Провозглашай мое слово. И затем Он сказал, возьми молитвенный платок, приложи и согласись в молитве. Когда двое соглашаются на земле молиться, как мы с вами будем молиться через несколько минут, то к чему не прикоснуться, дано будет им от Отца нашего Небесного. И третье, принимай святое причастие каждый день. Помни, что Христос в тебе и ты в нем, как и Он в Отце и Отец в нем. И четвертое, используй имена Бога и Егова. На вас сегодня будет высвобождено в семь раз больше помазания. Я обращаюсь к вам сегодня со властью Иисуса Христа и говорю каждой раковой клетке умереть прямо сейчас и дозаменит ее живая клетка, приносящая жизнь. Я провозглашаю, что у вас не будет никаких побочных эффектов от лечения, от лекарств, от добавок, которые вы принимали или принимаете сейчас. Вот я перед вами сейчас, сидя в этом кресле. У меня было 28 сеансов радиации. На моем горле были ожоги третьей степени. И внутри, и снаружи. И тем не менее, я живой и здоровый. А сколько у тебя было побочных эффектов? Ноль. Я так и думал. Я запрещаю всяким побочным эффектам от химиотерапии и от радиации. Я провозглашаю властью Слова Божьего, что его святое помазание прорывается в вашу жизнь и освобождает ваш дух, душу и тело. Каким было последнее заключение врача касательно страшного диагноза, рак, который тебе ставили? Рака больше нет. Нет его. Мы вернемся с пастором Родом Парсли и посланием, которое вы бы никогда не услышали, если бы Бог не исцелил его. это сверхъестественно. Телеканал ТБН создал новый сервис молитвенной поддержки. Это совершенно иной уровень взаимодействия верующих в едином молитвенном служении. В специально созданном инструменте в Телеграме, где нет ничего лишнего, что будет отвлекать от молитвы, ты сможешь не только попросить о поддержке, но также стать частью глобального молитвенного движения, молясь за других людей. Вместе с тобой молиться за просьбы будут сразу 70 молитвенных групп ТБН из разных церквей по всему лицу земли. Ходатайствуй самостоятельно или вместе с церковью. Господь обязательно благословит тебя. Чтобы воспользоваться новым сервисом, рассказать о своей нужде, засвидетельствовать славу Божью или помолиться за других, переходи по ссылке в описании и следуй инструкциям. Это сверхъестественно. Род, ты говоришь, что все это началось с обетования, когда 11 евреев устремили свой взор в небеса. Все началось с обетования. Ты можешь представить себе этот момент? Они ходили с ним, они видели, как он вытер слепоту с глаз в Артемея, они видели, как он остановил женщину с кровотечением, они видели, как он шел по воде, как воскресил умершую дочь Иаира, А затем все пошло не так. Они видели, как его прибили ко кресту. Все было кончено. Его замотали в погребальные одежды, потом положили в гробницу Иосифа из Аримафеи. Он был мертв, и они это знали. Все это знали. И затем вдруг, в третий день, камень был отвален. Он снова явился им. И затем так же быстро они увидели его возносящимся над Елеонской горой, над долиной Кедрон. Он удалялся все дальше, пока вовсе не исчез из их поля зрения. А затем им явился ангел. Он возвестил такие слова. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, тот самый Иисус, во всех деталях и характеристиках, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом. Подумайте об этом. Многие хотят, чтобы мы верили в то, что в пришествие Христа с нами произойдет превращение, и мы вознесемся, но Он пришел с восклицанием, вознесся с восклицанием и вернется также с восклицанием. Его обещания вернутся совершенно точно исполнятся, так же точно, как эти одиннадцать пар глаз видели Его удаляющимся в небеса с горы Елеонской. Он вернется таким же образом, как Он и ушел. Отсюда возникает вопрос. Наиболее живописно и более наглядно описывает нам последнее время книга Откровения. Почему же так много христиан игнорируют эту книгу? Они могут закрывать глаза на нее по двум причинам. Либо они ее не понимают и решают, что просто не станут тратить на нее свое время, либо они считают, что эта книга полна мрака, своего рода негатива, страхов и ужасов, и поэтому просто решают обходить ее стороной. Ответь, почему так? Я думаю, все это из-за того, что мы, христианские служители, ставим ударение не на том слоге. Ставим ударение не на том слоге. Мы делаем акцент не на том. Это не откровение Антихриста, это не откровение трехглавого монстра, это откровение Иисуса Христа из Назарета, данное рабу его Иоанну на острове Патмос в 50 милях от побережья Эфеса, в месте, где жили только дикие звери. Когда я услышал, как ты проповедуешь по книге Откровения, я увидел, что ты сделал что-то, чего я лично раньше не видел. Ты составил временной график. Верно. Я верю, что если человек имеет перед собой временной график и прилагающиеся к нему события, то каждый может читать книгу Откровения, имея понимание с небес. Это очень важно, потому что чтение этой книги несет в себе обетование, может быть поэтому многие закрываются от этой книги. Дьявол не хочет, чтобы они получили благословение, чтобы понимали все. Вот именно, Сид. Можешь начинать об этом проповедовать. Это действительно так. Дьявол атаковал мои связки, потому что не хотел, чтобы я говорил. Дьявол атакует наше желание читать книгу Откровения, потому что это наша книга, это его финал. Враг хочет, чтобы вы были наполнены страхом грядущих событий. Бог оставил нам письменные сведения о последнем времени, чтобы мы точно знали, что же произойдет. Он дал точные инструкции и картины. Он сказал, что мы победим. Нам остается просто читать об этом. Ты не считаешь, что Откровение навевает ужас? Это книга Победы? В книге Откровения после второй главы вообще уже не видно церкви Иисуса Христа на земле. Дальше говорится о том, что Бог определил для Израиля. Это твоя любимая тема. Семь лет скорби не для верующих. Три с половиной года скорби и три с половиной года великой скорби не виданы доселе. Но мы будем уже на небесах. Мы вознесемся во мгновение ока. Быстрее, чем колесо когда-либо крутилось вокруг своей оси. Величие и грандиозность совершенного человека Христа. Он пронесется с севера на юг. Представьте, с запада на восток. Все равно, где вы будете находиться. Если вы рождены свыше, вы пойдете за ним. ты говоришь о мгновенном переходе. Пожалуйста, объясни некоторым из нас. Да, мгновенном. Я часто говорю людям, когда проповедую. Постарайтесь моргнуть глазами как можно быстрее. Вы будете уже не в цели, будете в присутствии самого Господа. Бог говорит, что прежде, чем электрический импульс твоего разума побудит тебя произнести мое имя, «Я уже буду там». Он близок. Настолько быстро Он придет. И мы вечно с Господом будем. Помните об этом, да? Вы знаете, что когда Иоанн увидел Иисуса на престоле, он говорил не об одном престоле, он видел много престолов. Хотите знать, кто сидел на других престолах? Ответ шокирует и удивит многих из вас оставайтесь с нами. Это сверхъестественно. Хочешь узнать больше о последних временах? Конце света и апокалипсисе? Какие пророчества уже сбылись? А каким еще предстоит исполниться? изучай вместе с нами одну из самых спорных мистических и важнейших книг Библии Откровения Иоанна Богослова или Апокалипсис? В специальном проекте ТБН Понятная Библия аудиоформат толкования позволит слушать Писание и параллельно заниматься привычными делами, а также изучать Слово Божье в любое время и в любом месте. Не пропусти! Ссылка в описании под видео. Временной график, который ты составил, сильно облегчает чтение книги Откровения. Скажи, а что идет следующим в пророческом графике? Мы находимся сейчас в Эре Церкви. Следующим событием будет то, что мы увидим, как с севера на юг, с востока на запад пронесется его величественное присутствие. Мы увидим его в небе. Как сказано в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, мы будем забраны, вознесены с этой планеты. И затем начнется 7 лет скорби, 3 с половиной и еще 3 с половиной. Кульминацией скорби будет то, что ее последний день станет первым днем его второго пришествия. Начнется тысячелетнее царство Христа. Он станет на горе Елеонской, и горькие воды станут сладкими. Мы должны об этом помнить. Он установит свое земное царство на храмовой горе в восстановленном третьем храме и будет править одну тысячу лет. По окончании тысячелетнего царства будет судный день и после судного дня вечность. Иоанн видел престолы. Кто будет сидеть на этих престолах? Мы знаем, что Иисус будет на престоле, но кто будет сидеть на других престолах? Только представь, Сид, я знаю, мы не можем этого представить. Не видел того глаз, не слышало уха, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для нас. Эти престолы для тех, кто убелил свои одежды кровью Агнса. У вас будет свой престол, у меня будет также свой престол. Не хотите иметь свой престол, я готов сесть на оба. Примиритесь с Богом, скажите Ему, что вы каетесь в своих грехах, верьте, что кровь Иисуса это удивительная благодать, прославьте Его. Смотрите в следующем выпуске. Вам нужен ответ на вашу молитву? В следующей программе «Это сверхъестественно» я поделюсь секретами, как получить ответы на все ваши молитвы. Дорогие друзья, телеканал ТБН осуществляет свое вещание по всему лицу земли, достигая 186 стран мира. И каждый человек, кто слышит нас, получает ободрение, вдохновение, поддержку. Мы получаем тысячи и сотни тысяч ответов, откликов, свидетельств об измененных жизнях. У вас есть возможность стать партнером в этом глобальном служении. Переходите, пожалуйста, по ссылке ниже, и вы узнаете, как поддержать это служение буквально за несколько минут. Будьте частью этого большого движения благословения людей, расширения Царства Божьего. Редактор субтитров